Всем добрый день! Меня зовут Илья Сайтанов. Всех приветствую в секции Data Science без Machine Learning DataFesta 2020. Я представляю здесь компанию группа DSM Group. Мы занимаемся анализом фармрынка. Мы отвечаем на вопросы о том, сколько, каких торговых позиций было продано, например, условно скажем, на Камчатке, условно скажем, в феврале. Эти цифры в наших аптеках. Эти цифры мы анализируем давно и пришли к каким-то выводам и сделали какие-то наблюдения о том, что делать надо, а что не надо. Вот как бы что не надо, это то, о чем я попытаюсь здесь немножко рассказать. И тема моего доклада — математика как мясорубка, что бы это ни значило. Давайте попробуем включить презентацию и разобраться, что же это такое. Почему мясорубка и с чем ее едят. Что имеется в виду, когда я говорю, что математика — это мясорубка? Имеется в виду такая идея. Если у вас есть формула и положили в нее какие-то числа, с большой вероятностью она вам выдаст на выходе тоже какое-нибудь число. Совершенно не факт, что это число, которое на самом деле отвечает на вопрос, который вы хотите задать. Точно то же самое можно сказать не о формуле, а о коде, который реализует эту формулу. Ну, то есть в программе модельки, реализовывание программное. И у этого может быть несколько разных причин. Например, есть принцип GIGO, garbage in, garbage out. Мусор в данных, мусор на выходе. Но мы говорить будем о другом. Мы будем говорить о ситуации, когда наша моделька чем-то отличается от реальности. Например, мы не учли какие-то ограничения, которые в реальности есть, не внесли их в модель. И здесь я сделаю такое короткое замечание, что на самом деле все ограничения в модель все равно не внесешь, как правило. Или, по крайней мере, мы их туда не вносим. Самый простой пример, когда мы числа храним, обычно мы их храним в векторе, который имеет какой-нибудь тип, тип, не юморик, дабл, интегра, что-нибудь такое, в то время как реальные объекты, как правило, а придержат классу, который как-то сложнее устроен. Они как-нибудь ограниченные. Вот такими они бывают, а такими не бывают никогда. Но мы как-то на это закрываем глаза, потому что нас все устраивает. Мы используем простые, удобные инструменты, и они нас не подводят. Или подводят. Вот как раз когда подводят, это случай, о котором мы будем говорить. Здесь приведено несколько кейсов подобного рода. Первый из них – это какая-то разница в области определения. Вторая история – это похоже наше распределение на реальность или нет, если реальность, например, устроена как какой-нибудь двугорбый верблюд, то есть бимодальное распределение. Третья история – это синхронность. Вопрос – то, как мы нарисовали модель сегодня, насколько это похоже на реальность завтра или вчера, или два года назад. И третья история – это разрыв между дискретностью и непрерывностью, к которому мы тоже чуть-чуть коснемся. Сейчас мы начнем говорить о реальных кейсах. Призываю вас за кейсами видеть все время вот эти два вопроса. Вопрос раз – где наша модель разошлась с реальностью? Вопрос два – как мы могли бы это проконтролировать? Что мы не заметили, на что мы не обратили внимания, куда мы не посмотрели? Как должен был быть устроен контроль в коде и в нашей голове? Первый кейс – это анализ данных на выбросы. Довольно стандартная процедура, фильтрация мусора. Она обычно устроена так. Берем какой-нибудь показатель положения, прибавляем к нему какой-нибудь показатель разброса, взятый несколько раз, например, три раза влево-вправо. Это интервал, в котором все хорошо, а все, что за ним, можно выкинуть. Для картинки, которая сейчас на экране, это правила трех сигм, взятые, естественно, из анализа нормального распределения. На следующей картинке бокс-плот, но принципиально он ничем не отличается. Просто в трех сигмах мы прибавляем три стандартных отклонения к мат-ожиданию, а здесь мы прибавляем три межквартирных расстояния к третьему квартиру и вычитаем три межквартирных расстояния из первого квартира. Но суть та же самая. Мероположение плюс-минус три меры разброса. Все казалось бы хорошо, но вот так просто это работает не всегда. Вот довольно частая история, частая ошибка такая. Смотрите, этот метод в лоб не применим при анализе продаж. Почему? Вот на экранчике пример. Берем такие вот продажи. Легко видеть, что магазинчики 7 и 9, какие-то нетипичные. В седьмом продана всего одна упаковка, а в девятом тысяча. И, о чудо, нам бокс-плот, например, я его взял как советчика. Бокс-плот честно так и говорит. Первый, второй, третий и так далее нормальные наблюдения, а седьмое и девятое выкидываете. Казалось бы, все хорошо. Вот мы можем даже увидеть, чему равен соответствующий длительный интервал. Все, что от 42 до 121, грубо говоря, считаем нормальным. Чуть-чуть изменим нашу выборку, добавив к ней еще два наблюдения. А именно, добавим наблюдения, которых... Нет, пожалуй, я сверну здесь себя, лучше видеть картинку. Два наблюдения по магазинам номер 11 и 12, по двум торговым точкам, в которых в одной продано тоже что-то нормальное, а вот в другой вообще ничего не продано. Соответствующий интервал приличных значений, вот он от 5 до 75 в бокс-плоте. И он рекомендует выкинуть по-прежнему единичку, тысячу, а еще нолик рекомендует выкинуть. И вот вопрос, правильно ли выкинуть нолик? И чтобы на него ответить, надо подумать вот о чем. На самом деле нолик — это то ли нолик в смысле никто не купил, то ли нолик в смысле никто не продал. Например, позиция могла закончиться на складе. Об этом надо не забывать. А еще эта позиция могла по решению менеджмента, например, быть исключена из ассортиментов навсегда или на какое-то время. И так далее, и так далее. Короче, нолик — это часть реальности. Абсолютно объективная и правильная. И мы начинаем думать, что нолики, наверное, выкидывать не надо, а выбросы — это вот единичка и тысяча. И тут мы начинаем задумываться вот о чем. Хорошо. Идем справа налево. Тысяча выброс, потом 90, 80, 75, 45 — нормальные значения. Потом единичка выброс, а нолик опять не выброс. Как-то это нелогично. Не похоже на здравый смысл. Не похоже, что если мы нолик объявляем выбросом, то единичку можно... Нолик объявляем нормальным значением, то единичку можно вытянуть. Похоже, что единичку тоже выкинуть не удастся. И получается, что наш интервальчик выглядит вот примерно так, как нарисовано здесь, от нуля до правой границы по бокс-плоту. И какой бы метод, z-score, бокс-плот, что-нибудь еще, какой бы метод анализа выбросов мы не использовали, при анализе продаж в натуральном выражении, в штуках, выбросы слева — это утопия. Не получится их там искать, именно потому что магазин имеет право просто ничего не продавать. И возвращаясь к нашим вопросам, что мы пропустили? Мы пропустили тот факт, что бокс-плот работает с областью определения от минус бесконечности до плюс бесконечности. А у нас область определения от нуля до бесконечности, и в районе нуля у нее артефакты. Там все непросто. И мы должны здесь сесть и подумать, посмотреть в чиселки, помоделировать и подумать, а правда ли то, что мы выкидываем, это то, что нужно выкинуть. Казалось бы просто, но я лично своими глазами неоднократно видел, как соответствующие методы чистки мусора работали в обе стороны. Слева и справа по обоим краям распределения. Следующая история, следующий кейс. История у нас, в нашей практике, это про наценки, но я могу такую же историю рассказать на самом деле и про цены, много где она возникает, только причины будут другие. Но мы разберем историю с наценками. История такая, если нас интересует наценка по какой-то выборке, наценка в прямом смысле слова, вот купили аптеки, в нашем случае аптеки там, по такой-то цене продали, по такой-то в среднем заработали такой-то процент на каждом рубле, вот сколько. Вот эту самую наценочку нам нужно как-то обобщить по всей выборке, или там по страте, с которым мы работаем. Это обобщение, это какое-то показатель положения, опять среднее, среднеизвешенную, что мы хотим. То используем обычное среднее, которое мы и сообщим потом нашему покупателю наших данных, условно говоря, или которым мы будем пользоваться, если мы не сами наценки будем дальше отдавать конечному пользователю, а будем с их помощью варить какую-то дальнейшую математику. Все, казалось бы, просто. До тех пор, пока ты не сталкиваешься с ситуацией, когда у тебя есть торговые сети с дифференцированной ценовой политикой. То есть, грубо говоря, у вас есть такая вот довольно частая, довольно частым событием является следующее. Вместо множества точек, где одни торгуют чуть дороже, другие чуть дешевле и так далее, мы имеем множество точек, где часть торговых точек работает с одной наценкой, примерно с одной, да, плюс-минус больше, плюс-минус меньше, а часть с другой. Хорошо, если так, а не как, например, три страты, да, когда одна это торговые точки с высокой наценкой, другая это торговые точки с низкой наценкой, и третья это торговые точки с обычной наценкой, да, дискаунтеры, лакшери и обычные точки. И тогда распределение, если мы возьмем ситуацию обычных точек и дискраундеров, которые, например, приходят, то вы увидите примерно вот такой график, такую гистограмму для распределения наценок, ну, например, какой-то торговой сети. И проблема в том, что если мы по соответствующей выборке посчитаем медиану или среднее, они окажутся совершенно не характерными для нашей выборки. Они окажутся где-то посередочке. Вот здесь на картинке это очень хорошо видно. В то время как реальные показатели положения — это не 85 и 75, как точки, а это, грубо говоря, вектор из двух наблюдений, да, вектор из двух цифр. Что у нас две страты, и в одной наценка примерно 50, а в другой наценка примерно 125. Вот именно с такой ситуацией столкнувшись, вы должны начинать то, что называется в выборочном обследовании стратификации. Вы должны делить вашу выборку на страты с разными наценками, в каждой из этих страт делать свой анализ и потом думать, как все это интегрировать для того, чтобы работать с цифрами дальше. Вот эти, что делать с этим дополнительными модами, да, особенно если у вас, например, торговых сетей много, и только у части из них такая дифференцированная политика. Учитывать, не учитывать, учитывать с другим весом. Решений может быть много, но главное, чтобы вы вообще увидели, что есть эта неонимодальность, да, для того, чтобы ее увидеть. Ну, достаточно, конечно, просто посмотреть в данные. Вопрос в том, что вы можете модельку уже настроить, она у вас уже работает, и в момент, когда вы настраивали, не было никаких мультимодальных наценок или там мультимодальных цены, вообще мультимодальных распределений ваших данных. Вы посмотрели, у вас все хорошо, а потом данные изменились, и они появились. Поэтому, видимо, этот анализ нужно либо делать время от времени повторять, либо настраивать, как бы я вот в своей практике обнаружил это благодаря некоторым контурам контроля. То есть у нас проверялись такие не очень здоровые вещи, как то, например, что происходит с очень дальними квантилями, что происходит в выборке. От месяца к месяцу в квантилях порядка 2,5-97,5. Не поехали ли они слишком сильно, в связи с тем, что было. На самом деле, довольно глупая история, которая мало что может выловить. Но вот конкретно неонимодальность она выловила. Неонимодальность она выловила. Замечу еще здесь, что если мы хотим с этим работать, у нас есть инструмент детекции вот этих мод, инструмент детекции этих пиков, который разберет смесь на отдельные запчасти, на отдельные колокольчики. В языке R это библиотека mClust, в Python это библиотечка Mixture. И снова наши два вопроса. В чем расхождение? Расхождение в том, что мы пытались считать медиану и среднюю, оказалось бы совершенно банальные вещи. Предположение, что распределение будет просто колокольчиком, для чего они и придуманы. А оно не такое. И мы не посмотрели в реальность, и мы не были готовы к тому, что реальность окажется такой, и не предусмотрели, что когда что-то изменится, нам нужно, когда у нас появятся эти бимодальные или тримодальные распределения, нам нужно быть на стороже. И нам кто-то должен об этом сказать. Какой-то контр-контроль, о котором мы внедрили. Третий пример, который мы разберем, это история с диахронией. Мы коснемся здесь конкретного примера того, что называется панельный анализ, панельные исследования. Это вот ситуация, когда вы зафиксировали набор торговых точек или набор респондентов, если речь идет о вопросах, и регулярно возвращаясь к ним задаете одни и те же вопросы. Вы собираете информацию о доходах, если речь идет о респондентах, собираете информацию о том, что было продано, если это торговые точки. Ну, это стандартный такой метод. И мы обсудим историю с анализом трендов, с анализом динамик, даже быть более точным. Мы будем смотреть, как бы растет у нас, например, рынок или падает по конкретной торговой позиции. Ну и вообще говоря, кажется, что все довольно просто. Взяли данные за прошлый период, взяли данные за текущий период, поделили одно на другое, получили динамику. Просят. Хорошо, но неправда. Проблема заключается в том, что на самом деле, для того, чтобы такой анализ делать, а особенно, чтобы, например, такой анализ делать задним числом, чтобы сегодня делать такой анализ, например, за прошлый год или к прошлому году, что полегче. Мы должны учитывать постоянно факт меняющейся ситуации в реальности, конкретно здесь, или меняющейся ситуации на рынке. Вот у нас есть какая-то торговая позиция или торговая группа позиций с группой интересней. Вот у нас есть группа ассортиментная, в которой мы хотим сделать какие-то выводы, выросла она или упала. Но, значит, сегодня та или другая торговая позиция была в этой группе, вчера не была. Значит, как минимум нужно хранить несколько версий справочников, которые говорят о том, что входит в каждую группу в каждом периоде. В нашей ситуации, если мы говорим об аптечном рынке, ну, типичный пример таких изменений – это либо вывод новой позиции на рынок-выход или уход позиции с рынка, либо перерегистрация – что-то, что не было лекарством, стало лекарством, витаминчики или, наоборот, ушло. Более того, на самом деле, вот появление новых, замечу в скобочках здесь, что появление новых торговых позиций ломает не только динамики, а ломает, вот я сталкиваюсь с такой историей, стандартные модельки прогноза. То есть, если в прогнозу мы скармливаем новую позицию, прогнозу обычно нужно сколько-то наблюдений. Ему нужно, например, 36 наблюдений, и дальше по ним он строит дальше. Он там нашел тройное экспоненциальное сглаживание, библиотечка ETS, вот, очень неплохая есть для нее, а в R, этот самый ETS, там ему нужно минимум два года наблюдений повторяющихся, а лучше три. Тогда он вам все хорошо нарисует. А у вас их нету, у вас новая позиция. И вы пытаетесь прогнозировать, нарисовав нули во всех, все NA, грубо говоря, заменив на нули, да, то есть, все периоды, даже не NA, это не знаю, все нулы заменив на нули, все наблюдения, которые относятся к периодам, когда еще не было этой торговой позиции на рынке, вы забиваете нулями и пытаетесь сделать прогноз, и получаете ракету. То есть, такую позицию тройное экспоненциальное сглаживание будет бешено переоценивать, и говорить, о, через полгода она займет весь рынок. Я утрирован, конечно, но реально здесь нужно сесть и для такого рода, но для новых препаратов, которые на рынке меньше, чем длина коридора, по которому вы строите прогноз, нужен другой отдельный метод прогноза, а не, вот, например, тройное экспоненциальное сглаживание. Это история с диохронией. Это для, ну, как бы, когда мы строим прогнозы, там диохрония, там Бог велел о ней думать. Когда мы занимаемся вроде как вещами сегодня-вчера, тут как бы всего-то два месяца. Вроде как за это время справочники, которыми мы пользуемся, не сильно изменились, но нет. Потому что, например, представим все, что мы работали-работали, а тут нам нужно с задним числом посчитать что-то за позу, пересчитать за позу прошлый период по каким-то причинам. А у нас справочники, например, которые описывают, что к какой-то торговой группе, ассортиментной группе относится. Эти справочники все только за сегодняшний день. И что мы будем с этим делать? Есть много других нюансов, связанных с диохронией. Вообще, надо сказать, что эта история связана не только с анализом данных. Вообще, в целом, когда мы работаем с объектами, пытаемся о них думать, полезно думать про них как про имеющее еще одно измерение, временное. Такая уже история из всяческого системного анализа. про то, чтобы помнить про то, что объект, который сейчас у нас в руках, перед нами, у него не три измерения, которые мы держим, а еще есть четвертое временное. И он у них менялся. На слайде перед вами еще примеры того, как диохронией может менять наше представление о том, как считать динамики. Ну, вот, например, если у нас растет число торговых точек на рынке, сегодня их больше, чем вчера, то просто делить панельное наблюдение сегодняшнее на вчерашнее уже не получится. Грубо говоря, если у нас пришло 10 новых игроков на рынок, то наши пять игроков, даже 500 игроков, за которыми мы наблюдали, они чуть-чуть обеднели. И падение их доходов связано с тем, что часть пирога теперь откусывает кто-то еще. Значит, нам нужно контролировать рост и уменьшение генеральной совокупности. Это все тривиально, но таких мелочей довольно много. И главное, что их не так просто учитывать. То есть контролировать изменение генеральной совокупности – это некоторые инвестиции, которые нам придется делать в такой ситуации. Другой пример, который тоже сейчас на экране перед вами – это ситуация изменения репрезентативности. Мы собрали выборку, которая сегодня репрезентативна. Будет ли она такой завтра? Возможно, например, что новые точки, которые открываются, относятся только к одной страте. Например, открываются в основном дешевые точки, богатые уже, хороших точек уже больше так не откроешь, все места заняты. И что тогда? Тогда мы начинаем все более и более переоценивать рынок в такой ситуации. Опять ситуация изменений во времени, которую мы не учли. Снова возвращаемся к нашим вопросам. В чем расхождение? Расхождение в том, что мы считаем мир стационарным, а он меняется. Что мы не учли? Мы не учли. Что может нам помочь с этим бороться? Нам может помочь представление о том, что анализ того, насколько модель попадает в реальность, нужно повторять. Его нужно делать время от времени заново. Еще лучше, и плюс нам нужно для работы с историей, нам нужно хранить слепки того, что мы знали о реальности раньше, и закладывать это в архитектуру хранения данных, с которыми мы работаем. А еще лучше подумать обо всем этом еще до того, как применять модель. Сразу думать, ставить, по крайней мере, задачу, на каком-то этапе дойти до работы с ней в диохрани, и даже если мы работаем с ней сегодня, как с синхронией с сегодняшней картиной событий. Последний кейс, который мы сейчас разберем, это история про округление. Значит, совсем простые и тривиальные вещи — это то, что мы храним непрерывные числа как числа с плавающей точки, которые совсем не похожи на то, что такое по-настоящему дроби. То есть, вот я написал примерчик, 0.1 плюс 0.05 больше 0.15. По крайней мере, я вот сейчас проверил, в тех вере, в питоне, в тех, так сказать, консолях, до которых я могу дотянуться, везде вот этот RU. Хотя, понятно, что для нас, в нашей голове, как бы и в мире, который мы пытаемся описывать, одна десятая и пять сотых — это в точности 15 сотых. Но нет. Но мы будем говорить не об этом, а мы будем говорить вот о чем. Значит, поскольку мы не можем в лоб сравнивать действительные числа, в том числе числа с плавающей точкой, работая за компьютером, мы начинаем их как-то округлять. И казалось бы, это решение. Округлили до целых, целые сравнивать уже просто. Нет. Потому что есть такая штука, как банковское округление. А именно, мы привыкли округлять всегда по такому правилу. 2.4 к 2, 2.5 к 3. То есть, если число заканчивается на пятерку, если дробная часть числа заканчивается на пятерку, получим в ответе число, которое на единичку больше его целой части при округлении. 2.5 придет в 3, 3.5 — в 4 и так далее. Так вот, оказывается, существуют всякие другие способы округлять. В том числе, существует банковское округление. Когда мы округляем к ближайшему четному числу. 0.5 к 0, 1.5 к 2. 2.5 к 2, 3.5 к 4 и так далее. То есть, если мы возьмем числа от 0.5, 1.5, 2.5 и так далее, до 9.5, мы получим после округления такой вектор. 0.2, 2.4, 4.6, 6 и так далее. Все здесь хорошо с этим банковским округлением, если вы с ним не имеете дела и не собираетесь, казалось бы. Но проблема в том, что именно банковское округление — это то, что делает функция round у вас в Верии в питоне. Придумали это не просто так. Придумали это товарищи, которые занимаются психической бухгалтерией, поэтому она банковская. Потому что если все время 0.5 округлять вверх, то будет как-то грустно, и мы будем все время переоценивать нашу сумму. Вот, например, тот самый вектор от 0.5 до 9.5 округлится до вектора от единички до 10. И мы на каждом шаге накопим по 0.5 ошибки округления. А вот если округлять вверх, то к четному ближайшему, то вверх, то вниз, то ошибки округления будут друг другу компенсировать. Вот. А оказывается, что именно функция round, что в третьем питоне, правда, не во втором, вот эта банальная везде нужная, она реализует банковское округление. И можно очутиться в очень неприятной ситуации, когда, например, 0.5 округлится к нулю, потому что 0 может оказаться чем-то, что нас совершенно не устраивает. Мы знаем, что у нас все числа положительные, а после округления из 0.5 должно получиться единичка. Опа, а там нолик. И что-нибудь поломается. Или, например, может произойти какая-то дискоммуникация с клиентом, если выяснится, что вы округляли по одному, он округлял по другому, и теперь вы не можете договориться. Подводим итоги. В последнем кейсе снова мы обсуждали вот эту идею про то, что наша моделька, в данном случае функция round, чуть-чуть не похожа на тот реальный мир, который мы описываем. И мы об этом не подумали, и это не проверили. В данном случае мы не проверили, как мы себя, что получится при округлении. Тщательно не проверили, да, скажем так. Может проверили, но не тщательно. Что вылечит все эти проблемы наши? Значит, ну, если коротко, ситуация такая. Контуры контроля разнообразные, первое, которые помогут нам понять, что мы оказались в ситуации, когда что-то пошло не так. Контролирующие то, что данные устойчивы и не меняются во времени. Контролирующие, что данные, которые мы передаем, чем-то похожи на тот реальный мир, который мы описываем, наши знания о нем. И эти знания должны быть заложены в контр-контроле, что мы не получили что-то неправдоподобное. И так далее. Это все тривиально звучит, но это, в принципе, довольно, казалось бы, простые вещи, все, что я рассказываю, но довольно часто я сталкиваюсь с тем, что всем нам этого сильно не хватает. И мне, и тем людям, чей код я читаю, выверяю и исправляю. Что еще может помочь? Визуализация первички, да, exploration analysis. Смотрим в данные, пытаемся понять, что тут может быть, что может пойти не так. Хорошее понимание restrictions, хорошее понимание ограничений. На те данные, с которыми вы работаете. Вот эта вот история с тем, что мы все храним в стандартных типах, а это как бы не совсем те числа. Мы к ним применяем стандартную математику, а это не совсем та математика, которая допустима к тем числам, с которыми мы работаем. История, что мы используем стандартные методы, да, за этими методами стоят какие-то ограничения. И наоборот, стоят какие-то презумпции, которые могут не выполниться. И так далее, и так далее, и так далее. И последнее, да, ну это то, что мы видели в самом конце, такой же более программистский пример, это, конечно, хорошее знание специфики того языка, с которым вы работаете, тех библиотек, которыми вы пользуетесь. Потому что без этого можно напороться на какой-то сюрприз в самом неожиданном месте. Спасибо вам, друзья. Всем удачи. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо. 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 Спасибо.